Но давайте ближе будем подходить к нашим героям. Здесь, конечно, буквально два слова про Гомера. Ну, куда без него? Гомер — это основа основ. В античном мире Гомер был настольной книгой, что называется, хотя, повторюсь, большие проблемы вообще с Гомером. Есть целый гомеровский вопрос. Он, скорее всего, был где-то около 8 века до нашей эры. Писал, придумывал некоторый рассказ о Троянской войне, которая была там за 200-300 лет до этого момента. А в итоге мы текст «Илиады и Одиссей» впервые видим, задокументированно в VI веке до нашей эры. То есть через еще два века после смерти Гомера предполагаемой. И, конечно, тут большие вопросы, кто автор «Илиады и Одиссей». Тут есть несколько вариантов. Может быть, это такие бродячие поэты-аэроды, которые передавали мифы. А вы помните, что «Илиада» — это 10-й год, там, на самом деле, всего 50 с небольшим дней. Это 10-й год осады Трой. А «Одиссей» — это как «Одиссей» пытался вернуться из Троянского похода домой и обратно в Итаку. И мы там видим с вами кусочки общих мифов, которые знала вся Древняя Греция. И «Илиада и Одиссей» — тексты противоречивые, как будто бы иногда складывается ощущение, что собраны из разных. Но нам надо понимать, что это некоторые основы европейской культуры. И, по сути, Гомер, конечно, формирует некоторые, знаете, базовые парадигмы, базовые паттерны европейской литературы. Как скажет один исследователь, вся европейская литература делится на «Илиаду и Одиссей». То есть все так или иначе есть или «Илиада», или «Одиссей». И в этой фразе есть доля правды. Он формирует культурные парадигмы, которые мы с вами видим в «Средневековом путешествии души к Богу». Мы с вами видим в «Божественной комедии Данте», в «Фаусте Гёте», в «Улиссе Джойсе», в «Дон Кихоте» и в «Москва-петушки». Наши это тоже есть некоторый путь. Вот человек европейский как некоторый путник бесконечный, как некоторый бесконечно возвращающийся блудный сын. Помните, как на картине Рембрандта, либо как в фильме «Солярис». Это все вкладывается в одну и ту же традицию разворачивания такого некоторого образа Одиссея. И Гомер здесь принципиально важен. Давайте я два-три слова скажу про его тексты. Во-первых, мы там видим действительно живых богов. Вот тут действительно можно понять, что такое человеческие, человечные боги, по мнению Гомера. Там боги воюют, боги помогают, боги подают оружие, боги спорят, боги воюют между собой и так далее. То есть боги активные участники Лиада и Эдиссея. Это надо понимать. Помните, как Афина, например, то в одного превратится, что называется, то в другого и так далее. Плюс текст Гомера – это текст, на котором практически не разговаривали. Это тоже важно понимать. Это текст не устный. Вернее как, текст устный. Текст, который собирает в себе практически все диалекты того античного мира, в котором это создавалось. То есть он не принадлежит к какой-то отдельно взятому острову, отдельно взятому полюсу. Нет, Гомер, по сути, формирует некоторое общее собрание. Отсюда все выбрали вопросы. Это был один человек, либо это была совокупность некоторых поэтов. Некоторое народное творчество, которое просто зафиксировалось под именем одного. Ну и здесь тоже важно понимать, что личность в нашем смысле этого слова и психологизма в нашем смысле этого слова у Гомера мы не найдем. У него человек представляет собой, знаете, некоторый сосуд, в который каждый его жест и каждая его чувственность и страсть есть страсть, наделенная богами. То есть когда ты гневаешься, помните, с чего начинается Ильяда, гнев Ахилла. Гнев, это не то, что есть у Ахилла. Гнев Ареса приходит к нему и воплощается через Ахилла. И все чувства страсти человека, это есть демоны божественного, которые воплощаются через человека, приходят к нему. То есть у человека есть пустота некоторая. И поэтому, продолжая идею о том, что древнегрический мир – это мир явленного, это мир внешнего, поэтому мы с вами видим мотивации персонажей, вообще все их чувства, страсти, эмоции, они передают их вовне. То есть это не какой-то внутренний мир, это всегда мир внешнего, это тоже надо понимать, и у Гомера это очень хорошо видно. В России есть, конечно, большие, ну ладно, небольшие, может быть, некоторые вопросы к гомеровским переводам. У нас есть абсолютно шикарный перевод Гнедича, Илиады и Жуковского Одиссея, но это переводы XIX века со всеми плюсами и минусами. Они прекрасно сделаны как русский язык XIX века, во многом сохранив остатки там у Жуковского романтизма, у Гнедича такого чуть ли не старославянских иногда выражений. И, конечно, здесь мы с вами должны понимать, что по-хорошему культура каждый раз, формируя новое поколение, должна формировать новое прочтение классических текстов. В Европе, кстати, это довольно распространено, у них там раз в два-три поколения возникает новый перевод классических текстов. В России, к сожалению, это не так часто происходит, но вы должны понимать, что мы, переводя Гомера, например, сейчас, мы во многом создаем русскую культуру, русский язык обогащаем, а не просто пересказываем Гомера еще раз. Поэтому так важно многообразие переводов, которые постепенно должны возникать в культуре. Вот у нас XIX век подарил нам два прекрасных, разумеется, перевода, но, как говорится, хочется еще. И здесь, перед тем, как мы уже пойдем по первым фамилиям философов, я хочу еще базовые термины проговорить. Мы будем с вами дальше говорить, что философия очень сильно повязана на языке. На язык как таковой, она очень сильно завязана. Мы с вами постоянно будем говорить про термины, концепции, понятия и так далее. И здесь я хочу тоже несколько вам показать. Во-первых, это ананки, это необходимость, вот та самая сила принуждения к цельному, помните, к космосу. Она принуждает к космической уходе сил. Плюс арета, доблесть. И опять же, посмотрите, что заключается быть доблестным. Я хочу специально, даю вам такой некоторый анализ языка, потому что философия это, знаете, такая же субстанция, непереводимая, как и поэзия. Философию по-хорошему не перевести на другой язык, потому что философия слишком сильно завязана на культурные парадигмы, на язык как таковой. И здесь мы с вами видим, что слово доблесть, которое сейчас у нас воспринимается совершенно по-другому, в античности значило другое. И вот это важно понимать, что когда мы подходим к какой-то старой культуре, к древней философии, нашим понятийным аппаратам, нашей категориальной системой, она не соответствует тому миру. Нельзя говорить слово справедливость, понимая его нами. Также нельзя вот это слово использовать по отношению к Греции. В Греции справедливость значила совершенно другое, поэтому наша задача с вами будет всегда, начиная с античности, дальше по всей истории Европы, надо будет смотреть на то, как мыслила сама эта культура, а не пытаться прочитывать ее каждый раз современным образом через нас. Нет смысла накладывать понятие современной доблести на античную доблесть, это две разных доблести. А наша с вами задача не посмотреть все через призму современности, а наша задача дать подышать, дать почувствовать, оживить ту древность, к которой мы обращаемся, потому что тем самым она разыграет свою истину, иначе мы постоянно будем видеть только свое отражение, как нарцисс, свое подобие. Поэтому будем периодически говорить о языке, периодически говорить о концептах внутри культуры. Итак, арета, доблесть, это максимальная реализация себя. Помните, у человека есть мир, пропорционально гармоничное место в этом мире, и быть Никитой, это максимальный способ реализации себя, максимальная доблесть. Очень похоже справедливость. Справедливость это порядок вещей, справедливость не имеет никакого отношения к морали, нравственности и так далее. Порядок вещей, который лежит в основании космоса и нарушение которого неизбежно повлечет за собой кару. Это очень важный момент. Если вы нарушаете порядок мира, будьте готовы заплатить за это. Агамемнон, убивая собственную дочь, должен быть готов к тому, что это повлечет за собой кару. Вот справедливость это есть некоторое сохранение и удержание пропорции космоса. Поэтому очень важно слово мера. Пропорциональность это уже есть мера. Помните, древнегреческая культура начинается как язык поэзии. Поэзия это что? Это мера, это ритм, это некоторая рубленность. Вот эта мера языка возникает уже сразу здесь. И мы с вами видим, что греческое понимание справедливость как порядок, основанный на определенной мере. Причем во многом геометрического характера эту пропорциональность, эту красоту мира надо математически осмыслять. И математика была безумно важна. Арифметика, геометрия были безумно важны науке для Древней Греции. Платон на своей академии, как по легенде на дверях академии была надпись, ни геометр да не войдет, потому что надо понимать вот эти вот меры мира. Потом теория, о которой мы уже говорили. Созерцание есть высшая деятельность человека. Ну и давайте теперь перейдем к натурфилософии. Это все мы проговаривали некоторые концепты культуры самой. Теперь я хочу поговорить более плотно о натурфилософии. Это натурфилософия, либо досократическая школа. Это есть первый этап развития философии. Разумеется, это все немного придумано, сконструировано. То есть тут я так, конечно, как любой историк, неважно какого предмета, там философии, искусства, неважно. Мы, конечно, формируем некоторую искусственную среду. Никто не называл себя натурфилософами, либо досократиками и так далее. Но для простоты понимания, для удобства формируются такие понятия. Общие, как натурфилософия или досократическая школа. формируются по одному критерию. Между ними среди них есть общий интеллектуальный жест. Давайте его поймем. Главная задача первого этапа философии – это понимание и поиск первоначала. Помните, я говорил, что мифология многообразна, философия все сносит, ищет основы. Вот эти основы ищет натурфилософия. Какие принципы у этой досократической мысли были? Во-первых, объяснение должно быть внутренне естественно. То есть они пытаются, понимаете, найти то, из чего все. Вот их не интересуют отдельные частные ответы. Они говорят, по сути, процитирую, ну, опять же такая цитата, скорее придуманная культурой, он так никогда не говорил, Фаллеса, первого философа. Фаллес говорил примерно, что все есть водное, все есть вода, все из воды приходит, все в воду уходит. И вот цель первых философов – не дать какие-то конкретные мысли, а дать понимание цельного общего механизма мира как таковой, природы как таковой. Некоторое первичное простое естество мира, то, откуда все. Поэтому оно должно быть внутренне, оно должно быть естественным миром, оно не должно быть трансцендентным, то есть вышедшим из мира, внешним не должно быть, оно должно быть внутренним. Потом, за внешним многообразием мира стоит внутреннее единство. Вот за многообразием стоит единство, это тоже очень важно. За всеми нашими предметами есть, там, не знаю, огонь, есть число, как скажет Пифагор, все есть единое, а из единого вырастает это множественное. Потом, систематичность. Они пытаются понять мир в некоторой своей структуре, оно должно быть очень простым. Они искали максимально простой способ ответа на первоначальный вопрос, потому что это некоторое первое зерно, оно должно быть простое по своей сути, потому что усложнение идет дальше. Чем ближе мы к первичной простоте, тем изначальнее этот феномен. Вот вода, это есть некоторое первоначало, а дальше вода там формирует лед, там еще что-то, меняет, как мы бы сейчас сказали, агрегатные состояния и так далее. Все есть природа тоже. Для натур-философа, натур-философа чувствуете, они все понимают, конечно, природу. Их главная цель понять природу вокруг себя. Ну и давайте все-таки поговорим о конкретных философах. Итак, первый это Фалес Мелецкий, о котором мы ничего практически не знаем, от которого практически ничего не дошло. И вообще сейчас буду очень часто повторять эту фразу, потому что у нас остались, знаете, такие черепки-черепков. У нас практически нет живого материала первых философов. У нас есть, ну просто если они писали, а очень часто это устная традиция, даже если они что-то писали, этого написанного не сохранилось. Это сгорело в библиотеках, истрачено, потеряно и так далее. Мы знаем об этих философах во многом через пересказы их учений у других философов. И в этом смысле нам очень помогает Аристотель. Аристотель, по сути, был в нашем понимании первый историк философии. Почему? Аристотель никогда не писал историю философии. У него нет такого труда. Но каждый свой момент, который начинает осмыслять, там момент счастья, еще что-нибудь, он приводит к этому феномену справку о том, как это понимали до него. И вот через эти пересказы мы с вами можем пощупать идеи первых философов. Вот Фалес, такой Аристотель называет его первым философом, Фалес говорит, что все есть водное, все из воды пришло. Дальше, давайте посмотрим на Аксимандра. В чем интерес его философии? У него осталась буквально одна фраза, я ее процитирую, позволю себе. Из каких начал вещам рождения в те же самые гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды, ущерба в назначенный срок времени? И вот я хочу, чтобы вы, может быть, там на паузу нажали, почувствовали немного эту фразу, прочтите ее еще раз. В ней, по сути, кристаллизируется все понимание древнегреческой культуры, которую я вам до этого там 40 минут танцевал, рассказывал. Еще раз. Из каких начал вещам рождения, то откуда они появились, в те же самые гибель совершается. Тут мы видим идею такого, знаете, цикличного понимания времени в античности. В античности не было понимания линейного времени. Это некоторая линия эсхатологическая во многом появляется в христианстве. В христианстве есть начало, там, вначале было слово, слово было Бога, слово было Бога. Потом все это разворачивается, потом судный день, второе пришествие, там, и конец. И некоторое безвременно, некоторое блаженство как таковое. Ну, у кого-то блаженства, у кого-то нет. Эсхатология – это учение о конце мира, когда появляется линейное развитие мира. В античности время цикличное, это некоторый космос, хотя мы знаем с вами историю Геродота, например, но эта история во многом история прошлого, и там нет этого линейного развития. Поэтому, продолжим. Из каких начал вещам рождения, откуда все появилось? В те же самые гибель завершается, то есть туда же, по роковой задолженности, рок, судьба, то есть вы обязаны вернуться туда, откуда начали. Ибо они выплачивают друг другу, то есть идет, видите, обмен. Правозаконное возмещение неправды, то есть как только ты что-то нарушил в этом мире, тебя туда космос вернет, при этом ты выплатишь законное возмещение ущерба или неправды в назначенный срок времени. Абсолютно прекрасная цитата, которая объясняет всю древнюю Грецию в нескольких словах. Пойдемте дальше. Дальше Гераклит, темный Гераклит, о котором тоже практически ничего не осталось. У него очень сложные понятия его философии. Сначала все думали, что он, автор той самой фразы, в одну реку нельзя войти дважды, но, понимаете, все гораздо сложнее. У него мир, есть некоторая стихия огня, и в этой стихии огня совершается постоянная притурбация противоположностей, которые в сумме, в этом бесконечном вихре, что ли, если хотите так понимаете, возникает космос как таковой. Очень сложная философия. Действительно, это очень сложно понять Гераклит на самом деле.